Екатерина с семьей снимает квартиру на окраине поселка Восточный, но по плану счастливая жизнь в собственном жилье у них должна была наступить еще в 2014 году. В то время семья вложила более 2 миллионов рублей в тогда еще процветающее предприятие «Бизнес-Инвест». Но из-за недобросовестности строительной компании счастливое новоселье пришлось отложить. Мы в общем пришли в такую ситуацию, что увидели, что дом не строится, пытались выйти на связь с генеральным директором, но, к сожалению, этого ни разу не удалось до последнего времени. То есть он постоянно укрывался. Когда мы поняли, что ждать нечего, мы решили договор расторгнуть. Договор расторгнуть Екатерины с трудом да удалось. Казалось бы, забрать деньги и все. Но не тут-то было. Прошло 3 дня, и Дмитрий Плюснин отдал квартиру своему подрядчику за работу. А деньги Екатерине не вернул. В итоге и от квартиры отказались, и деньги, которые вложили, не увидели. Говорит с таким видом, а я что, виноват, что ли, в этом? Ну, вы меня таким виноватым делаете. Ну, извините меня, а кто виноват? Конечно же, вы виноваты. И ни грамма, конечно, раскаяния у него нисколько нет. На мой вопрос, а что будет, если вас посадят в тюрьму, а что будет с моими деньгами? На этот вопрос он ответил. Ну, ничего, дождетесь. Чувство юмора у застройщика хоть отбавляет, но только не в моменты, когда его снимает камера. На недавнем заседании по обманутым дольщикам в народном хурале Дмитрий Плюснин был предельно спокоен и слушал все, что говорили недовольные жители. Сейчас надо какие-то моменты предприятия, чтобы строительство запновить. А какую вы мне квартиру хотите в этом доме, если там остались две трехкомнатные квартиры? Там попробуем еще, там кое-какие квартиры есть, которые можно расторгнуть. Но без телекамер директор строительной компании не был таким робким. Что вы конкретно обещаете? Что конкретно обещаете? Ну, то, что в расписке написано, то я обещаю. Ну, что я как пупугаи буду, а ты тоже посмотреть? Вы видите, Виктор, и знаете, мне уже не смешно, потому что мои дети, знаете, тоже хотят кушать. Ну, что поделать? Вот такая вот у нас нестабильная обстановка. При этой встрече с Екатериной Плюснин начал давать все те же обещания, которые давал на протяжении нескольких лет. И обманутой дольщице пришло взять расписку с директора бизнес-инвеста о том, что он обещает до конца этого года либо вернуть деньги, либо дать квартиру. Да, либо деньгами, либо квартирой. Но деньгами сложнее немножко. Для меня проще квартира, для нее оказывается тоже лучше квартиры. На все обещания Дмитрия Плюснина Екатерина реагирует с недоверием, но все же надеется, что хоть на этот раз все будет по-настоящему. Екатерина, к слову, не единственная с такой бедой. По крайней мере, еще 30 человек оказались в такой ситуации. Алексей Циденов недавно дал указание надзорным органам провести проверку строительной компании «Бизнес-инвест». Также наш телеканал продолжает следить, чтобы все обманутые дольщики получили крышу над головой, а недобросовестные застройщики не ушли от ответственности.